Всем привет, меня зовут Тушел и сегодня у меня в обзоре мышка Xiaomi Blasul Y720. Фирма Blasul ассоциируется с экосистемой Xiaomi. Некоторые считают, что у нее есть связи и с Lenovo, но как ни крути, это новый игрок на рынке игровой периферии. А если есть хоть маленькие связи с нынче популярной компанией Xiaomi, то продукт заслуживает некоторого внимания. И забегая вперед, я хочу сказать, что мышка действительно интересная, и по крайней мере в ней есть пара оригинальных решений. Оригинальные решения начинаются с коробки. Мышка продается в достаточно узкой коробке, которая раскрывается весьма оригинально. Упаковано все аккуратно. За коробку тут я ставлю твердую пятерку дизайнерам. В комплект поставки входит сама мышка, немного макулатуры и комплект запасных тефлоновых ножек. Y720 это большая эргономичная мышка. Форма скорее располагает к ладонному хвату и большой или средне-большой ладони. Ну или по крайней мере ладони с длинными пальцами. Мышка довольно низкая, а горб немного смещен назад. Бока имеют едва заметный скос, который должен помогать с поднятием мышки с коврика. Хотя на стороне большого пальца скос немного обманчив. Если палец длинный, то он присутствует. Но из-за особенности формы, при более коротком большом пальце, корпус будет практически вертикальным, без какого-либо скоса боковинки. Впрочем, выступающие боковые кнопки все равно помогают с поднятием мышки. Так что считать это проблемой нельзя. С правой стороны мышка немного расширяется в районе мизинца. Отчего, несмотря на низкий профиль мышки, пальцу хватает места, чтобы удобно схватиться за корпус. Учитывая достаточно большой размер мышки, тут применим и хват 1.2.2 и 1.3.1. Правая кнопка достаточно широкая, чтобы на ней могли одновременно располагаться сразу два пальца. Повторюсь, мышка скорее ориентирована на ладонный хват, но коготь тоже вполне применим. Пальцевый хват возможен только если пальцы очень длинные. С моим размером руки и пальцевым хватом не становится трудно дотянуться до колеса прокрутки и передней боковой кнопки. Чувствуется, что эта мышка все-таки нацелена на азиатские руки. Качество сборки в мышке прекрасное. Все панели подогнаны идеально. Мышка совсем не скрипит и ощущается монолитной в руке. Верхняя часть мышки приятная на ощупь. Довольно цепкая во влажных руках, но покрытие там немного маркое. Пока же отличные. Резиновые вставки мягкие и цепкие как в сухих, так и во влажных руках. В общем с покрытием, как и с формой, басул тоже угадали. Подсветка, можно сказать, главная фишка этой мышки. В отличие от других китайских мышек, где светится весь корпус, Y720 выглядит весьма неплохо с включенной подсветкой. Цвета яркие и насыщенные, а переливания плавные. Чувствуется, что светодиоды весьма качественные. Основные кнопки отделены от корпуса. В них нет углублений под пальцы, а учитывая эргономичную форму мыши, правая кнопка покатая, отчего у некоторых, возможно, палец будет съезжать к краю кнопки. Клик приятный и тактильный. Люфтов никаких нет. Пострадействие, кстати, хорошее. Совсем небольшой проигрыш мышкам Logitech. А вот первый серьезный прокол у Y720 случается с боковыми кнопками. Несмотря на то, что кнопки не люфтят и хорошо дифференцируемы между собой, клик у них дешевенький. Расположение передней кнопки делает ее труднодоступной. Если у вас длинный большой палец, то это не проблема. Но я со своей ладонью в 19,5 см еле-еле дотягиваюсь до передней боковой кнопки. Колесико зато у Blasol прирезинено и выполнено весьма удачно. Оно совершенно не люфтит, обладает явно выраженными и четкими отсечками и достаточно приятным кликом. За прокрутку отвечает 24-позиционный механический энкодер. Скролл достаточно тихий, а за счет тактильных щелчков проскроллить нужное количество раз не должно быть проблемой. За колесом прокрутки расположена единственная кнопка смены DPI. Изменяет она DPI циклично. Рядом с левой основной кнопкой есть блок светоиндикаторов, выбранного в значении DPI. Кнопка расположена удачно и исполнение у нее качественное. Над ним и есть кнопка смены профиля. Однако я не думаю, что ей буду часто пользоваться. Тем не менее и она исполнена весьма неплохо. Еще одной фишкой UI 720 являются сменные ножки. Тут они на магнитах, поэтому их очень легко заменить на дополнительный комплект ножек, который идет вместе с мышкой. Скольжение у UI 720 с этими ножками хорошее. Особо ничем не отличается от других мышек. В общем, кроме магнитной системы и их крепления, в ножках ничего особенного нет. Учитывая большой размер корпуса, а также RGB подсветку по периметру, низкого веса ожидать было сложно. И действительно, Blasol UI 720 весит много. И этот вес ощущается при игре. Весовой баланс тоже не идеальный. Он немного смещен назад. Однако дискомфорта в игре это не вызывает. Кабель у Blasol UI 720 хороший. Он в оплетке, достаточно хорошо гнется и неплохо скользит. Учитывая вес грызуна, при игре кабель совершенно не ощущается. Выход кабеля приподнят над ковром и имеет внушительную защиту от перегиба. В качестве сенсора тут стоит 3360 с максимальным значением DPI в 12000. Шаг изменения DPI равен 100. Ожидаемо проблем с сенсором не возникло. Трекинг хороший, акселерации нет. Высота отрыва не регулируется, но ее значение близко к оптимальному. На черном ковре сенсор перестает считывать поверхность где-то на уровне 1.9. Значение DPI стабильное, но немного они совпадают со своими заявленными величинами. В общем, не буду много говорить про достаточно хорошо представленный на рынке сенсор 3360. Софт у Blasol есть, но он только на китайском. Кое-как можно настроить мышку, но надо ждать все-таки локализации. Будет она или нет, непонятно, но на коробке много английского текста, а в софте все в иероглифах. Софт, по крайней мере, выглядит хорошо и вроде работает без проблем. По крайней мере, изменить DPI я смог тут быстрее, чем с софтом от HyperX, хотя тут все на китайском, а у HyperX все было на русском. Ну вот и плавно подошли к заключению. Что из себя представляет мышка Blasol Y720? Это неплохая игровая мышь, которую я могу смело советовать казуальным игрокам или тем, кому важно, как выглядит их рабочий стол. Обилие диодов и световых эффектов делают эту мышку прекрасным украшением любого игрового сетапа. Пригодна ли эта мышка для серьезных игроков? Скорее, тоже да, чем нет. Но тут есть уже моменты, которые нужно учитывать. В первую очередь, это вес. Он, на мой взгляд, избыточен. Если вы играете много и на низкой сенсе, то рука, конечно, будет уставать. По большому счету, негатив именно на весе и заканчивается. На мой субъективный взгляд, мышка выглядит реально здорово. Покрытие у нее тоже удачное. Форма пусть и не такая универсальная, как хотелось бы, но весьма комфортная. В итоге, Blasol Y720 это имиджевый продукт, который, безусловно, отрабатывает свои деньги и не будет ограничить ваш уровень игры. Однако, в итоге, я бы не советовал бежать в магазин за Y720. Во-первых, появилась Y720 Lite на базе Pixart 3030, который в важных моментах не хуже 3360. Ну, а во-вторых, нужно все-таки дождаться локализации софта, хотя бы на английский язык. Ну, а лично мое мнение, что Y720 отличное начало. Возможно, со временем Blasol станет таким же ходовым брендом, как Razer или Zoe. А возможно, на Y720 все и закончится. Время покажет, но лично мне будет интересно понаблюдать за этой компанией в будущем. Итак, если обзор вам понравился, ставьте лайки, вступайте в группу ВКонтакте, делитесь видео в соцсетях и подписывайтесь на канал. С вами, как всегда, был я, Тушел. Всем пока и до новых встреч.